Покупаешь в интернете? Пользуйся кэшбэк. Возвращай часть денег со своих покупок. Подробности в описании под этим видео. Приветствую вас, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Андрей Ковтун. И вот такая ситуация случилась. Сижу и такой паяю полное сравнение, эпик сравнение. У нас смартфоны OnePlus 3, ZOOC Z2 Pro, Xiaomi Mi 5, и ко мне такой вот стучок в скайп. Эй, дружище, а не хочешь ли ты поехать на грандиозный фест под названием «Видеожара» 2016 года? Я такой сижу в шоке, думаю, о чем вообще идет речь. Ну и, разумеется, начинаю задавать вопросы организаторам. В общем, друзья, меня пригласили на вот этот вот грандиозный фест. Опять-таки, по заявлениям, хотел сказать, производителя, да, а тут вот так вот организатора. Что я буду делать? В общем-то, первое, что я сделаю, это я приеду на этот фестиваль. В общем, с 23 по 24 июля будет мое выступление, ну или я не знаю, как это, в принципе, назвать. Вот, я разыграю смартфон Xiaomi Mi 5 с керамической задней крышкой на 128 гигабайт в режиме онлайн. То есть, как это онлайн? Ну, у нас так, наверное, принято уже говорить онлайн, да? Будет огромная масса людей. Я буду сидеть, скорее всего, за столом, либо стоять на сцене. Я, честно сказать, вообще не знаю, как все там будет происходить. Вот, и я разыграю этот смартфон. То есть, как это все будет выглядеть? Вы будете подавать заявки, не онлайн, потому что, опять-таки, скорее всего, интернет там будет работать ложу. Большая масса людей, то есть, скорее всего, с помощью интернета всю эту регистрацию сделать нельзя будет. Поэтому вы будете подходить к представителю Android News. Он будет стоять с планшетом, будете оставлять свои заявки. Ну, а под конец моего выступления, то есть, мы сделаем розыгрыш. То есть, скорее всего, примет участие около 300 человек, во всяком случае, рассчитывая, возможно, больше. Вот, поэтому это довольно-таки неплохой шанс. То есть, когда я устраиваю розыгрыши на канале, правильно, вот около 5-4 тысяч участников. Здесь будет вот такая вот небольшая масса людей. То есть, если вы станете все-таки обладателем этого смартфона, то есть, вы победите в этом розыгрыше. То есть, я вас вызову на сцену, ну, как-то вручем этот телефон. Будет, в общем-то, такое крутое событие и для вас, и для нас. Кроме этого, я уже хотел посоветоваться с вами, что бы вы хотели от меня услышать. Мои предложения. Я расскажу о своей истории. То есть, я понимаю, что я не какой-то там великий блогер и так далее. То есть, ну, просто вот я расскажу, как я стал видеоблогером, обзорщиком, да. Вот, чем я занимался до этого. То есть, какие я усилия проделал для того, чтобы достичь хоть какого-то уровня в этом плане. Вот, расскажу о том, как изменился рынок китайской электроники с 2009 года до 2016 года. Вот, как это все происходило. Вот, вспомним то, что раньше нам пихали китайцы и то, что сейчас нам предлагает китайский рынок. Ну, и, в общем-то, я думаю, что под этим видео все желающие могут оставить свои вопросы. То есть, те вопросы, на которые вы бы хотели услышать ответы в прямом эфире. То есть, будет вестись видеосъемка. То есть, будет оператор меня снимать. Будет снимать все, что происходит там. Вот, и после этого все это мы как-то смонтируем. Попробуем даже в тот же день, то есть, день проведения этого мероприятия. И как-то я это все залью на канал. Не знаю. Во всяком случае, вот сейчас мои такие мысли. Если у вас есть что добавить, если вы хотите увидеть что-то другое на этом мероприятии. Вот, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Кроме этого, я вас, наверное, умоляю или настоятельно прошу. То есть, всех тех людей, которые смотрят канал Андро Ньюз. Пожалуйста, приходите на это мероприятие и поддержите меня. Ведь я в первый раз буду находиться на какой-то сцене и вещать с нее. То есть, пожалуйста, я думаю, что и вам должно быть интересно. Потому что буду не только я. То есть, мое выступление займет около 20 минут. Вот, будет и Вилсаком. Кто там еще будет, в общем-то. И кедр. То есть, будет множество таких, вот знаете, ну, земек великими блогерами, да, наверное. Ну, или как-то в этом роде. Вот. Поэтому будет на что посмотреть. Действительно. Вот. И что я вам еще могу сказать? Чем я вас еще могу как-то заманить, да? Вот я с собой возьму все эти смартфоны. ZOOC Z2, Mi 5 на 128 гигабайт с керамической задней крышкой. OnePlus 3, ZOOC Z2 Pro. О, и, кстати, ко мне уже едет Nubia Z11. Я считаю, что Nubia Z11, возможно, даже будет самым интересным в этой линейке. Почему? Потому что это флагман, у которого действительно нет рамок. То есть, не псевдорамочки, которые там пихают, да, все-таки, в ZOOC Z2, Mi 5, там, и, по-моему, же, нам Plus 3. То есть, там действительно не будет рамок. То есть, это флагман с большой буквы. Поэтому, я думаю, что на все это вам будет интересно тоже посмотреть. Я постараюсь какие-то самые такие стабильные версии прошивок закатать у вас. Будет возможность позадавать мне какие-то вопросы. Потому что множество вопросов в личку приходят, а я, ну, у меня просто нет времени на все это отвечать. То есть, поэтому, ну, вы должны меня, я думаю, в этом плане понимать. Поэтому, если вы приедете на фестиваль, вот, мы с вами как-то все там заклубимся. Даже вот мое выступление пройдет, как-то мы, ну, сами, скажем так, уединимся, интимно так, интимное слово подберу, да. Вот, и вы будете задать мне вопросы, будете смотреть на эти смартфоны, какой из них лучше. То есть, поэтому, как-то я постараюсь высказать свою точку зрения по поводу китайских брендов, таких как Xiaomi, Huawei, Meizu, да. Ну, Meizu, в принципе, на голову ниже, но тем не менее. То есть, в общем-то, я буду говорить о том, стоит ли брать китайские телефоны или, вот, допустим, смартфоны от брендов таких, как Samsung, HTC. Ну, HTC уже, наверное, где-то там отваливается, да. Что там у нас еще есть, Apple. Фух, как-то вот так вот все это будет, друзья, происходить. Признаюсь, что многие организационные вопросы на момент записи этого видео пока что еще не решены. Поэтому, возможно, будет даже импровизация. То есть, в любом случае, все вот это вот мероприятие должно принести только лишь плюсы и нам, и вам. Поэтому я жду ваши предложения в комментариях на этот счет. Также в описании под видео я оставлю ссылку, по которой вы сможете приобрести билет, ознакомиться с самим мероприятием на официальном сайте организаторов. И напоминаю, что буквально неделю назад я открыл свою страницу в Instagram. В ней я почу все то, что происходит вне вот этой студии, то есть, да и то, что происходит в этой студии. То есть, полностью рассказывая о том, когда такие ролики будут появляться на канале. То есть, все самое интересное, то есть, даже есть моменты с моей личной жизни, да, вот, все постится в Instagram. Поэтому, всех тех, кто интересуется данным вопросом, прошу подписываться на мою страницу в Instagram. И, кстати, на этой странице будут появляться фоточки, отчеты с того самого мероприятия. Вот, если как-то что-то будет меняться, опять-таки, я все буду посты размещать в Instagram. Поэтому следите, пожалуйста, за жизнью AndroNews, если вас вообще интересует тематика китайской электроники. С вами был, как всегда, я, Андрей Ковтун, специально для AndroNews. Да пребудет с вами Android. Пожалуйста, приезжайте и поддержите нас. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok